Где берет начало Енисей? Какие российские скалы признаны объектом наследия ЮНЕСКО? Какое озеро в нашей стране самое глубокое? На эти и другие вопросы ответили тверетяне, решившие проверить свои знания о родине. Всероссийский географический диктант написали более 800 жителей Верхней Волжья. Среди них были замечены как школьники, так и давно получившие профессиональное образование люди. Просто вот интересно. Так-то я в Олимпиадах обычно участвую. Проверить свои знания, которые получил еще 50 лет тому назад. Может какие-то знания новые получу, что-то познаю. Мы очень активные туристы, но, к сожалению, размеры нашей страны не позволяют нам охватить ее полностью. А узнать о ней как можно больше очень хочется, отметила Александра Шарова. Вместе с подругой она пришла на диктант, чтобы быть ближе к своему увлечению, пусть и виртуально путешествовать по необъятной родине. Она занимает, известно, значительную часть суши, все климатические зоны. И вот просто знать свою страну, на мой взгляд, это одно из культурных требований для гражданина. Как показывает практика, похвастаться глубокими знаниями географии сегодня могут далеко не все жители нашей страны. Впрочем, как и по русскому языку, и по истории, дисциплинам, формирующим идентичность нации. Тотальная проверка не только выявит пробелы в их знаниях, но и привлечет внимание к сокращению учебных часов, отведенных на преподавание географии в школах, считают эксперты. Для образовательного сообщества результаты анализа они могут дать информацию для того, чтобы каким-то образом корректировать образовательные программы. Как в школе, так может быть и вузовские программы. Поэтому мы ждем с интересом результатов. Конечно, в первую очередь свою оценку ждут сами экзаменуемые. За правильный ответ на все 25 вопросов они смогут получить 100 баллов. Но для этого они должны были знать термины, работать с картой и по выдержкам из литературных произведений угадать географические объекты. Правда, выявить отличников, как и двоечников, не удастся. Все задания выполнялись анонимно. Мы не знаем даже фамилии тех, кто участвовал. Поэтому это только для своего собственного мировоззрения или собственного чувства достоинства. Организаторы акции не исключают, что для многих результаты диктанта могут стать неожиданными. По мнению председателя Тверского отделения Русского географического общества, ректора Тверского госуниверситета Андрея Белоцерковского, современные технологии, электронные карты, навигаторы создают иллюзию знаний, которыми человек по сути не обладает. География же это такая более глубокая наука. Она о всем том, что происходит на Земле, внутри Земли, на ее поверхности, в атмосфере, в океане. И, между прочим, в том числе и как люди взаимодействуют между собой, экономическая география. Вот все это вместе – география, описание земного шара. Я думаю, что пока мы живем на земном шаре, это будет нужно. Юлия Ильичева, Виталий Осипов, Рентовый пилот.